continue yes значит так вот еще вот то что прошлый раз я пытался объяснить дело в том что вот одиннадцатый век он некоторым смысле является очень важным еврейской истории в том смысле что именно в одиннадцатом веке сформировалась то самое понятие общим и развлечения скажем общим могли бы испании и европы под европу я имею в виду германию и прованс и вавилон где общины ощутили свое отличие от других вот не то что они над этим работали и пытались понять чем от других отличается но они вот произошло вот это осознание что у нас теперь возникли разные общины и как бы есть обычно довольно легко определить по стилю автора по кругу вопросов по методам решения вопросов откуда здесь я хочу сделать еще одно довольно существенное замечание дело в том что обычно когда говорят о испанской общине всегда помнят конец общины обеих костей и 1492 год изгнание евреев из королевства обеих костей но при этом забывают что было еще одно событие не менее важным и не менее разрушительным ясно дело в том что было еще одно не менее важное событие которое осталось в тени последующих событиях довольно часто происходит в данном случае это гибель другой еще одной общины это общине андалузии произошло это в 1165 году то есть это уже 12 век конечно но это довольно важное событие которое оказало огромное влияние на много всяких вещей и привело на самом деле к появлению испанских изгнанников других общинах больших количеств за исключением тонкости дело в том что вообще в испании выглядело так что когда еврей уходил из испании то если он жил в христианской части испании он уходил в христианскую европу как правило а если из мусульманской части испании он уходил в сторону мусульманского мира на восток по этому поводу изгнания общин андалузии это самое а тут евреи пошли на восток но дело в том что на самом деле где-то вот 12 век работами ибнезра безусловно который оказал огромное влияние со стороны европы это был тот самый еврей который покинул покинул туделу в сторону христианской европы что странно кстати он арабоязычный человек но тем не менее началось обратный процесс это взаимного влияния вот уже разъединенных общин как бы сшивание их обратно вот чтобы было понятно разница между общинами я продемонстрирую на очень простом примере любое хорошее издание талуда главное из которых и безусловно является виленское издание позапрошлого века типографии вдовы братья пром оно в конце имеет приложение это альфаси как не трудно догадаться что альфаси жил в городе Фес он из Феса хотя он эмигрировал в свое время из Феса в Испанию в город Аль-Лесниена это рядом с Кордовой недалеко от Кордовой и вот здесь есть важная вещь альфаси это замечательный труд который делает следующую работу он делает проделать следующую работу он берет талмуд выкидывает оттуда все рассуждения и споры ну я очень условно говорю здесь есть исключение есть отклонения выкидывает все году и просто каждый спор записывает только результирующее мнение то есть как бы эта книга такая очень практичная где вот идет талмуд как бы только вот оставлены только результирующие мнения выводы из дискуссии которые он редко обосновывает а просто пишет результат но вот что такое важный труд о важности труда судят по количеству комментариев к нему давайте какой-нибудь пример приведу просто возьмем там талмуду издание с альфаси вот смотрите ну вот так вот выглядит лист талмуда много рассудить а вот так вот выглядит лист талмуда альфаси вот что я хочу показать видите вот эти столбцы этот столбец вот но центр это альфаси вот столбец и вот столбец а вот снизу еще вот боковые столбцы а снизу еще это все комментарии к альфаси то есть это означает что перед нами супер фундаментальный труд но вот этот стиль он стиль восточной общины талмуд изучается резко от текста к практическому выводу то есть вот если это софот главное произведение прованских мудрецов и германских это академические рассуждения и каждое высказывание подробно доказывается что должно быть так то альфаси действует ровно наоборот без всяких рассуждений просто вывод и для восточных общин тут альфаси один из самых фундаментальных вообще и например тот же рамбом о котором я собирался сегодня говорить упоминает что он регулярно ведет что он находится в городе где население довольно невежественно но он каждую субботу обязательно ведет урок для балабосин для обывателей ведет урок именно по альфаси не талмуд не философия а именно альфаси вот вот это принципиальная разница вот между общинами вот обратите внимание что вот на этих двух трудах они очень показательны именно то софот и альфаси один такой практичный подход мы изучаем талмуд чтобы быстро чтобы прибежать к выводу и получить практический вывод при этом труд итоговый труд где мы все рассуждения просто убираем и даем выводы только построены в порядке талмуда кстати вообще-то существует такой же ашкенавский сборник но он куда менее популярный это книга мордахай она тоже всегда прилагается к талмуду главное что она приложена к виленскому изданию но к ней очень мало примечаний при этом вот чтобы было понятно вот к альфаси писали комментаторы супер комментаторы то есть к альфаси вот чтобы было понятно что такое альфаси вот куча народу просто не догадывается к нему составляют примечания рабе мунисим геронди к нему составляют примечания рамбан рабе муша бен нахман к нему составляют примечания тот же самый райвот который пишет главное примечание к маймониду то есть супер люди действительно считалось это один из воздействующих трудов но это плод именно восточных общин в данном случае магрида но дело в том что талмудическая ученость в Испании приносит именно магриб вот в Испанию талмудическая ученость приходит в форме принятое в магрибе то есть северной Африке а не из Вавилона непосредственно то есть там вот такой вот переход и собственно тот же самый Альфаси вот когда он пришел в Испанию в Аль-Люсиену Алисана на иврите когда вы видите Алисана читать правильно Аль-Люсиена конечно же но вас могут не понять если вы на иврите говорите если вы скажите Аль-Люсиена значит значит и вот там вот этот то есть при этом вот если Европа еще не составляет ни одного философского труда европейское еврейство единственное исключение является община Италии которая отличилась фундаментально вот теперь двумя трудами вот чтобы было понятно немножко про итальянцев не буду про итальянскую общину может я отложу про итальянскую общину там много чего про меня нужно рассказать она мало известная просто учтите что итальянская община не похожа ни на одну другую это отдельная вещь в себе такая значит и вот где-то здесь двенадцатый век начинается обратный процесс только не объединение общин а взаимная переписка и взаимная попытка понять друг друга вполне успешно философия приходит к европейским общинам восточные общины приходят к Абала не в том виде в каком она была когда-то в Вавилоне в чуть другом виде и восточная община начинает немножко больше внимания уделять именно теоретическим изысканиям в области Талмуда но при этом вы учтите что все например супер произведения супер произведения еврейской философии они собственно испанские вообще-то это ну что ну не считая Хабот Халвавод ой извините не считая Минут Вудеот верование и мнение Раби Садя Гаона но это Вавилон да но главное это конечно же Рамбом главная Бахья ибн Пакуда Хабот Халвавод Кудзари и Гудагалеви это все Испания и это все Андалузия на самом деле вот все на самом деле конец 11 века отметился грандиозными кризисами это ну во-первых крестовой поход который сильно ударил по германским общинам я не знаю насколько вы знаете но дело в том что крестовому походу первому который обычно датируется 1099 годом предшествовало два года подготовки которые на которые пришлись просто погромы еврейских при рейнских общин грандиозные и скажем вот последние труды Раши вот последним его трудом не считая комментарии к Талмуду считается комментарий к книге Дхилин книги Псалмов так вот такой ненависти к христианам вы не найдете нигде то есть она писана просто ненависти эта книга она после вот этих вот историй там короткое время прошло вот после крестовых походов после первого крестового похода когда он ее писал причем она с такой жечью писана что все понимают что то что до нас дошло это сильно отцензурированный вариант причем отцензурированный самими евреями потому что держать такую книгу дома было как бы стрёмно но оригинал так и не найден он до нас так и не дошел вот европа европа где-то тогда же восстанавливает это замечательную находку вот кровавые наветы они где-то тогда же начинается вся эта история с кровавым наветом это тогда же беда беда в том что спустя некоторое время в 1147 год обычно называют в таких случаях марокко захватили власть ну как бы этнически это берберы берберы это племена атласских гор которые туда явились и начали большой завоевательский поход направленный в основном против Испании только вы учтите что в это время Испания она частично христианская частично мусульманская поэтому эти воевали со всеми это аль-махады называется вообще ну династия называется аль-махады но у них был свой какой-то ислам для которого все кто не берберы были недостаточно мусульманами и в общем практически еретиками убивали то есть там тирания стояла до которой большевикам кажется не дотянуться это было нечто и они собственно ринулись завоевывать андалузию но рассказы все эти опять вот популярные книги читать здесь довольно неприятно по причине того что авторы забывают мелкую деталь обычно что в это время Испания отличилась всеми прелестями гражданской войны там все воевали со всеми причем независимо от веры по этому поводу в общем когда аль-махады в конце концов марокканские берберские войска захватили андалузию то оттуда побежали если вы думаете только евреи то зря оттуда побежали мусульмане тоже потому что это были нечто что туда пришло по этому поводу вот вот то что я упомянул гибель андалузской общины 1165 год на самом деле я считаю что это переломный год вот еще один очень важный переломный год в истории еврейской и я так вот считаю что это начало позднего начало я даже не знаю вот некоторые отдельные эпохи которые надо выделять вот период между гибелью общины андалузии и гибелью общины обеих кастиль нужно просто выделять в отдельную эпоху вот здесь как раз происходит еще один человек появляется и этот человек это уже даже непонятно что такое это маймонит раби муша бен маймон человек на могиле которого первоначально было написано здесь покоится раби муша бен маймон ну в общем переведем это шедевр рода человеческого просто вот так о чем думал его папа когда давал имя никто не знает по причине того что имя муша у евреев было крайне не принято вот вот если бы в талмуде ни одного муша не найдете где-то двоих известных муша можно найти от после талмудической эпохи где-то двоих муша находят могут зрячь это муша и вдруг папа дает имя своего сына муша родился он вот это точно что он родился в кордове это точно а вот в каком году то ли в 35 то ли в 38 это не определено и для биографов рамбом это сильно мешает то что сегодня я склоняюсь к 38 году вообще это 1138 году но тогда несколько легенд о рамбоме просто не проходит он слишком молод становится поэтому те кто хотят 35 год они просто хотят сохранить несколько преданий мне не я не вижу то что значит биографию писать маймонида ну вот давайте так я упомянул что мы не знаем в каком году он родился то есть не уверенно 35 или 38 но мы не знаем где он провел юность вот давайте так мы не знаем кто был его учителя кроме его отца раби маймона да портрет который но те кто жил в Израиле знают помнят зелененькую купюру рамбамчика рамбамчик их называли там такой шейх изображен в чалме крайне замечательно зелененькая купюра на десятках на некоторых есть еще нет не помню были какие-то монеты на которых был портрет от тут же перенесен на шекели должны были все-таки на шекелях был изображен да вот но сейчас этих купюр нет бумажные шекели давно выведены из обращения вот но это какой-то сомнительный да нельзя портрет это не его портрет я не знаю чей это портрет но он как бы принят но поверьте такие портреты вот вот вы же догадываетесь какое удовольствие доставляет портрет от которых сюда помещается рабе Баал Шемтова а это у нас семнадцатый век да это восемнадцатый век вот сегодня известно что на этом портрете даже известно кто изображен это не рабе Яков Шемтов из Лондона это даже известно кто даже найден портрет кстати найден этот портрет маслом уже то есть совсем все хорошо с этим портретом все ясно кто на нем изображен это совершенно другой человек вот но тем не менее из книги ну хоть какой-то портрет слиха нарисовано Кюпюров и тысячи шекелей я такое не помню это тысяча до реформы да это не новых шекелей посмотри да правильно это не новых да это не новых номинации дело в том что его и тогда не хотели вводить шекелевую купюру не хотели вводить но народ так нравился этот рамбамчик зелененький ужасно симпатичный ну тысяча шекелей а тысяча шекелей кто же не полюбит тогдашние тысяча шекелей это шекель после динаминации был нет но значит я приехал в Израиль пачка сигарет стоила 80 огород вот чтобы было понятно что в общем гуманно 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 значит проезд на автобусе 55 огород вот да то есть шекель еще был деньгами сегодня он еще все-таки тоже деньги туда-сюда значит но деньгами деньгами даже монетка в одну агару была еще да значит мы не знаем это дело в том что в 1141 году кордова была разрушена кстати не аль-махадами а в рамках гражданской войны разрушили ее совместными усилиями разрушили альфонс третий граната нет он не из граната откуда он сейчас помню какой страны христианский король вместе да стоял у него вообще-то этот самый мусульманин призвали его мусульмане жители кордова для защиты от другого мусульманина но когда стала угроза аль-махада они совместными усилиями разрушили стену города чтобы врагу не достались именно поэтому тогда вот семья раби маймона оттуда и удрала куда это хороший такой вопрос кажется в Сибири мне кажется что в Сибири вообще нужно рассказывать биографию Маймониды или просто вот года жизни и хватит да и рассказать о его трудах кто-нибудь подаст голос алё Натан рассказывать биографию или обойдёмся или сразу перейдём к народ биографию Маймониды рассказывать я смотрю было убежал в Севилью да если значит семья сбежала в Севилью потом они попали в по-моему в Марокко оттуда они удрали там как раз султан вернулся из завоевания Испании стал наводить порядок казнил где-то 200 евреев поэтому по-моему семья раби Маймона удрала оттуда да и уехали они в святую землю поначалу через газ ну через пол газы сам раби Маймон остался в Иерусалиме а его сыновья двое раби Муше и Давид его брат отправились в Александрию где и поселились значит Давид вел торговые дела торговый дом Маймонов по всей видимости международная торговля индийскими товарами только они как правило покупали не в Индии а где-то в районе Бабальмандепского пролива в Адане туда поближе то есть там же он через кучу перекупщиков шли индийские товары причем еще они индийские китайские Индия была посредником для продажи китайских товаров значит ну и занимались вот такой торговлей сам раби Муше преподавал в Академии Аристотеля в Александрии этот самый и вылезла авторитетному человеку кстати это удивительно вот когда умер отец вот что такое авторитет когда умер отец раби Маймон Рамбом пишет что он получил письма с сочувствием от всех общин мира но он еще к этому моменту не написал ни одного из трех трудов которыми прославится то есть авторитет уже здесь вот уже к тому моменту супер авторитет еще раз еще вот три труда которые сделали его шедевром рода человеческой еще не написано но к этому моменту сочувствуя ему уже как бы он уже признан супер авторитет дальше вот в биографии что нам нужно знать в в одном из путешествий раби Давид погиб ой Давид сын раби Муше погиб и главное потерял все имущество семьи настолько что раби Муше пришлось задуматься того чем кромиться и он приступил к медицинской практике то есть до этого он не занимался медицинской практикой как практикующий врач с этого момента он стал врачом практикующим врачом и весьма удачным он стал вот я теперь не знаю как назвать образование я чуть-чуть позже когда скажу о том что такое вот как выглядит ум Рамбома вы поймете в те времена значит он стал практикующим врачом стал ну не лейб медиком а скорее гоф медиком то есть он лечил не столько сультана да чтобы было понятно он живет во времена как раз Саладина как раз вот чтобы было понятно вот из известной нам истории с чем на что ориентироваться это как раз эпоха Саладина главой Африки главой Египта извините то время в начале от как только на месте правит Салахаддин Саладин а потом он объявляется султаном Египта и в общем да вот при его дворе Рамбом работал он был лечащим врачом не самого Саладина нет он был врачом его сына Авдалы но судя по тому что он пишет он лечит придворных то есть ну по европейской номенклатуре звание должно быть не лейбмедик а гофмедик да лейбмедик это личный врач его величества должность скорее политическая при этом он в его обязанности входит руководство не только лечение придворных а тогдашний двор вы себе представляете что это такой это целый город ну городок давайте так огромная территория которая получила название Каир и превратилась в нынешний Каир оно началось со дворца Саладина все это чтобы было понятно но при этом вот Рамбом жалуется что ему приходится каждый день ездить на работу три что ли километра вот по всей видимости на осле потому что я слезаю с животного ну осел вот но кроме этого он еще работает врачом в общественной больнице которая существует на деньги султана то есть вот такая вот о том что такое Египет того времени он является санитарным врачом города фустак он то есть у него обязанности выше крыши вот его сын который тоже занимал подобную должность вот от него сохранилась записка найденная в Каирской гимнезе где он извиняется что не может прийти на свадьбу друга потому что он дежурный по больнице сегодня чтобы было понятно о чем мы говорим у него сегодня дежурство больницы он не может а мы говорим о 13-ом веке то есть то есть то есть то есть и дальше собственно говоря дальше идет счастливая вполне старость перегруженная просто перегруженная трудами труды заботы он занимает должность несколько раз занимает должность египетской общины то есть глава египетской общины и умер он в 1205 году уже вполне в некотором отношении шикливый потому что он ну его сын вырос у него очень поздно родился ребенок рабе Абраам сын Рамбом это его титулатура его положено писать именно вот так рабе Абраам бен Рамбом вот именно вот так его положено писать не бен Моша а бен Рамбом у него вырос сын тоже хороший ученый его книги довольно интересные хотя совершенно не та школа что Рамбом в совершенно другой школе это не тяжел человек но при этом много раз там комментировал отцовские высказывания но это иногда вот там где касается философии это очень интересно как человек совершенно из другой школы комментирует труд предшественника в другой школе значит это вот по поводу биографии она ну вот после вот этой бурной юности непонятно где-то проведенной но дело в том что есть одна сторона в этой рассказе о бурной юности она не бурная у меня впечатление что юность была не столько бурной сколько были много угроз из-за внешних политических обстановки вначале в кордовском эмирате потом в севильском потом в фесте это уже в марокко потом он прибыл в египет и вот здесь вот как бы приключения кончат вот теперь о трудах давайте поговорим о трудах значит приключения кончились но тут вот что интересно он очень рано начинает писать книги причем вот где-то 18 лет он пишет например китсур иерушаумы это продолжение труда альфаси только альфаси подвел краткий как бы написал бавилонский толмут а рамбо пишет краткий иерусалимский а согласитесь что для того чтобы проделать такую работу то очень ясно что мальчик пробудет дни в учебе потому что вот просто взять и сесть написать краткий иерусалимский толмут это невозможно сохранилось несколько юношеских трудов которые до нас бы не дошли если бы это не был рамбо например мелод егайон это его трактат по логике он вышел на русском языке трактат по логике но опять по моему это краткий пересказ трактата по логике альфа трактатов несколько трактатов трактатов по логике альфа альфараби книга юношеская хорошо видно ничего там нового интересного по логике того времени вы не найдете тот кто знаком с логическими трактатами того периода ничего нового для себя там не найдет но вот он уже это делает такие работы что важно что в песне он пишет письмо трактат о гонениях где послание о гонениях очень важное которое он пытается утешить тех кто под давлением аль-мухадов перешел в ислам и объяснить что двери не закрыты на современном кажется это послание произвело большое впечатление послание сохранится довольно толстая книжка но современные издания не тонкие книга но теперь что нам в этой истории важно в фейсе он начинает писать комментарии книжки кончат он его в египте уже и будет еще переписывать несколько раз но первый вариант разошелся написан на арабском языке ивритскими буквами написан на арабском языке книжки до нас дошли несколько автографов кстати но значит его перевели на иврит довольно рано к несчастью не последний вариант один из первых по этому поводу там нет исправлений и регулярно когда там старые авторы говорят что рампа противоречит себе в одном месте и в комментарии к мишне то имеют ввиду не последний вариант дело в том что он вносил исправление в комментарии к мишне по мере продвижения в других трудах но далее он начинает супер фундаментальный труд который называется мишне тора и этот уже написан на иврите мишне тора это второзаконие перевожу на русский чистом русским языком мишне тора например в метро шах иногда так называется книга дворим то есть книга второзаконие она не случайно другие языки вошла под этим названием она и евреев несколько раз так назван он пишет книгу мишне тора 14 томов эта книга также называется яд хазака сильная рука яд это 14 на самом деле но уюты дал отсюда вот это название 14 сильных да если хотите в которой он вот есть большое отличие от того что делает альфайс и рампа в предисловие к труду открытым текстом пишет что он считает что пришло время составить новую кодификацию законов это извините за умное слово а именно если мишна это сведение закона в единое существующие на время написания этого труда то теперь пришло время написать такой же труб и свести законы в единое чем отличается от книги альфайс и альфайс и пишет свою книгу как краткий талмуд он идет строго по трактату талмуда и по мере того как он встречает закон приводит его итог замечу альфайс и пишет только по актуальным законам на его время то есть законам связанным с временем то есть праздники выделенные даты он пишет кашрут он пишет по законам связанным с финансовым правом а остальное то что не актуально в его время то есть законы храма законная жертва законы чистоты ничего этого не пишет он эти трактаты просто пропускает рам вам действует по другому он берет темы и четко делит книгу на 14 частей пример там первая книга мода не будем значит вторая книга зма ним времена ахова там еще не знаю значит меня просто довольно современное издание но вот это считается лучшим изданием на сегодняшний момент этого издание франкера роскошные с выверкой по рукописям сверху всего на свете значит вот я взял том который называется ахова любовь и в ней соответственно законы связанные с чтением шма законы связанные с молитвой законы связанные с законы цицит законы мизузы законы благословений законы обрезания все собрано последовательно по темам точно так же если я возьму там какой нибудь том вот другой том женщины до последовательно законы брака законы развода законы ебума либератного брака ну и два заказа самое приятное законы о девице девственности и девственнице и законы асота вот что что важно законы асота а не храмовой асота это женщина которая подозревает неверности и она должна там провести пройти некоторый вред храме не актуальны на наше время законы по причине отсутствия храма тем не менее рамбом их сводят он их приводит подробно целиком и полностью то есть вот то же самое вот например один из томов который стоит там на полке законы чистоты которые вообще ни в одном пункте не актуальны рамбом их аккуратно все приводит причем по темам законы скверно мотора законы скверно смерти законы ну и так далее то есть аккуратно все сведено чем отличается от кучи других книг это называется это есть кодификация отличается от всех других книг фундаментальнейшие вещи ни одной ссылки точнее это неправда есть ссылки очень редкие на том 1 1 или 2 и то не в каждом томе есть очень редкие ссылки в большинстве случаев когда нужно указать расхождение фундаментальное расхождение обычаи редчайшая ссылка приводится мнение гаонов такое то мое мнение такое то это редкость большая если он с кем-то спорит он не указывает с кем никто по имени нет ссылок на толму нет ссылок на авторитет нет ссылок ни на кого концу жизни рамбом писал в одном из писем а вы в целе понимаете что письма рамбом дошли до нас в очень приличных количествах ну учитывая когда он жил он умер в 1205 году до нас дошло великое множество его писем просто удивительно много потому что понятно что над ними тряслись и и хранили всячески еще найдены некоторые письма из генизы найдены каирской генизы то есть сборник писем рамбом это три вот таких дома он в одном из писем жалуется что в общем он сейчас в старости жалеет о том что он ссылок не поставил потому что иногда нужно было посмотреть проверить поисточек а он уже не помнит источники вот это манера письма как бы на нее была куча возражений на вот эту манеру письма потому что как бы куча народу испугались что этот том вот этого закона он как бы вытеснит ученость люди прекратят учить талмуд а просто будут брать законы прямо непосредственно из этой книги этого не случилось но вот эта работа ну вот смотрите что такое авторитет этой работы ну вот не всегда в университете упоминали что человек написал там диссертацию ну доктора пришел к ну по какой то там теме пришел философской кстати пришел к своему шефу показал сказал что есть один серьезный недостаток говорит какой мнение Рамбова не изложено тот пошел и выполнили добавил еще 70 страниц по этому поводу мнение Рамбова это безумно важно но оно еще важно в одном в вопросах которые не являются актуальными в виде закона итог подвел Рамбов и он чуть ли не единственный Альфаси этим не занимается Мардыха этим не занимается и Шульханарух этим не будет заниматься то есть он практически остался единственным человеком который подвел итоги по этим законам и сформулировал их в виде финального закона он безумно ясен он очень хороший этот книга супер классика можно ворчать как угодно по поводу того что там написано но эта книга вот есть некоторое количество книг которые что называется надо существует не для того чтобы спорить а для того чтобы понимать вот про Рамбова нельзя сказать он неправ просто невозможно можно сказать у Рамбова такое мнение при этом вы можете выбрать другое но но спорить не положено с ним не спорить то есть как есть комментаторы значит спорит с ним один человек как известно это Райбат Раби Авраама Бендави из Паския он единственный кому с ним дозволено спорить тем не менее это вот это первый из это второй из трех фундаментальных трудов первый был комментарий к Мишне и опять комментарий к Мишне предыдущий значит вот почему я забежал сюда дело в том что по мере продвижения и написания Мишне Тура Рамбов возвращался в комментарии Мишне и вносил исправление у него как бы менялись взгляды когда он писал что выводил закон и по этому поводу он считал когда он считал что в комментарии к Мишне изложен не тот взгляд в его комментарии отражен не тот взгляд который в закона он вносил исправление в результате старые переводы Рамбова комментария к Мишне они так как я уже сказал это не тот комментарий который это не итоговый комментарий по этому поводу сегодня все единогласно придерживаются комментария в переводе раба Иосифа Капаха комментарий уже нашего извините моего а не вашего двадцатого века новый комментарий этот комментарий выполнен с очень хороших рукописей в смысле перевод с очень хороших значит в результате комментарий Рамбова к Мишне был главнейшим до тех пор пока рабе Авадии Бертинора из Бертинора не написал свой сегодня главным комментариям к Мишне считается комментарий рабе Авадии Бертинора но те кто учат Мишну обязательно учат Рамбову при этом вот остальных могут не учить а Рамбову учат обязательно не школьники школьники и Бертинора обходятся а вот те кто посерьезнее Рамбову обязательно смотрят к Мишне Бертинора просто короче и он 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 обладает талантом похожим на талант Раша вот Раша умел знал где нужно писать комментарии умел писать его очень кратко Рамбов не всегда умеет писать кратко и не всегда может не отвлекаться вот там в одном из комментариев он говорит конечно это не имеет отношения к тому что здесь но зато я тебе рассказал прекрасную вещь вот так прям так прописано в комментариях к Мишне в Мишне Тора в Рамбов не отвлекается в Мишне Тора в Ядхазакал никак не отвлекается и это супер скажем никакое галактическое исследование без его мнения не бывает и комментарии к нему написаны самыми самыми замечательными людьми скажем так в библиотеке в мое еще время когда в университетской библиотеке стоило три по моему тома библиография Рамбов коментарии коментарии к Мишне Тора три тома библиографии не коментарии библиографии насколько я знаю его прекратили выпускать он существует в виде сайта его проще дополнять каких он теперь размеров я даже не берусь судить это это что-то огромное это самая комментированная книжка ну не считая библейских книг самая комментированная книжка это конечно самая комментированная книжка и скажем ни одна нормальная респонса то есть галактический ответ который не упомянет каково мнение Рамбова по данному вопросу просто невозможно это второй труд а третий труд это конечно же Моррена Бухим его труд по философии но меня застегло утро и я прекратил дозволенную речь а вопросы есть? господа и дамы вопросы есть? ну тогда огромное спасибо Мир потрясающе это совершенно потрясающе то что вы делаете ну спасибо я присоединяюсь они присоединяюсь окей ну хорошо тогда шаббат шалом этого никто не отменял правильно? да всем счастливо с уродом год надеемся что все устаканится всем счастливо и пока 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 не забывайте пока не забывайте не забывайте не забывайте не забывайте